Снова сейчас будет небольшое кино про сварку. Это у нас МТХ, ну, Yamaha MT07 первого поколения. Я помню, когда он 14 или 15 года. Вот. И нужно сделать на неё крепление под площадку. Вот такое вот. Правда, что-то не сильно понятно, как его делать. Ну как, я совершенно точно знаю, что под сиденьем есть закладные. И там даже есть вывод. Остаётся вспомнить, как на МТХ открывается сиденье заднее. Я чуть совершенно не помню. Может быть так? Ага, замок точно щёлкает. Сейчас посмотрим. Вот. В чём идея? Идея в том, что на МТХ у 14 года, не сказать, что очень много чего и есть. По этой причине, собственно, приходится изобретать. Ну, как бы не сказать, что сильно изобретать, но изобретать. Вот. Короче говоря, почему-то раньше я видел здесь закладные, а теперь я их не вижу. И это очень интересно и загадочно. В чём тут смысл? А, вот на одна закладная у нас идёт. И вот на вторая закладная идёт. То есть, по факту, мы имеем две точки крепления. И каждая из этих точек крепления где-то должна выходить. Так, также здесь, вот здесь, сделаны пропилы под точки крепления с завода. И теперь у меня вопрос. А как, собственно, это должно быть реализовано? То есть, я так понимаю, вот в эти зазоры ты должен сделать какого-то рода крепёжные пластины. После чего к ним уже приворачивать. Геморрой неистовый, но надо сделать. А отсюда же у нас, ну чё, стандартно, вот отсюда мы выводим трубу. И труба у нас пошёл, пошёл, пошёл. Здесь соединилась с какими-то креплениями. Ну, а дальше уже выводится под площадку. В принципе, наверное, не так и сложно, если бы не было так геморройно. Так, в принципе, здесь не так много нам и снимать надо. То есть, нужно вот эту штучку отвернуть, чтобы получить доступ. Вот к этим вот закладным интересным, которые, ну, вероятнее всего, реально. То ли тут в щели выводить, то ли по заводу пропиливать придётся. Очень интересное конструктивное решение. Вот. Ну, а что касательно, где они тут есть-то? Вот этих вот вещей. Вот у меня там палец. Ну, то получается, это отсюда вот так вот идёт пластинка. Какой-то интересной, хитрой формы. И отсюда уже выводится. Да, желательно сделать, конечно, 6 точек крепления, чтобы хоть как-то распределить. Но вот с этой точки крепления у меня большой вопрос. Получается, либо выводить вот здесь в щель пытаться, либо бурить пластик. Бурить пластик мне не хочется. Наверное, значит, будем выводить как-то всё это через щель. Ну, вот такие у нас планы. Сейчас посмотрим, как это будет двигаться. Ну, я начал делать, что могу сказать. Во-первых, тут уже что-то явно стояло. Как я это понял? Ну, потому что, во-первых, втулки разной длины, абсолютной, которым крепится вот здесь пластик. И именно на эти крепления запитывается. Во-вторых, здесь вот в таком состоянии пластик. Ну, то есть, тут я смотрел, как ставятся какие-либо багажные системы. Либо вот это отпиливают, либо вообще снимают. Здесь просто просовывали. Но я так же буду делать, в принципе. Вот. Далее, здесь, не делая отверстия, ничего сделать невозможно. То есть, все эти пластины надо выгибать в множество там интереснейших углов. И, соответственно, поэтому приходится извращаться. Вот. По-другому, увы, никак. Далее. Далее. Чего мы сделали? Со второй стороны то же самое. Ну и, собственно, наделаны вот такие пластинки. То есть, такой вот хитро выделанной формы. Ну, все это вот так вот там, туда и сюда просовывается. Ставить я их пока не буду. Я завтра все их вот здесь по шву проварю на гибах. Ну, чтобы какая-то жесткость была. Вот. И уже установлю. То есть, вся эта штука, получается, это крепление для крепления кофра. Вот. То есть, на этих уже штуках будут приворачиваться сами трубы, на которых будет висеть кофр. Вот. В общем, такая малость экзотичная конструкция. Ну, ничего не поделать. Приходится делать именно так. Вот. Ну, больше, наверное, пока ничего не скажу. Ну, сегодня день уже закончим. Завтра, получается, я поставлю все эти крепления. Ну, проварю, поставлю все эти крепления и начну делать трубы. Ну, и вам уже на стадии, когда хоть одна труба будет приварена. Покажу. А, да. И здесь, ну, так как пластины, конечно, не самая жесткая вещь, в этой точке я решил делать, ну, труба под внутренний шестигранник, типа, туда-сюда, потому что все-таки труба, в отличие от пластины, имеет, ну, когда привариваешь, большую жесткость на скручивании, чем если бы это, как делается вот здесь, пластинка, типа, и под 90 градусов здесь приваривается труба. Ну, мне такая конструкция не очень улыбается. Вот. В связи с этим я решил делать вот так. Вот такая вот конструкция, получается, не скажу я, что я сильно впечатлен тем, что делаю. И второй раз, наверное, такой бы делать не стал. Как-то все это очень мерзко и противно. В общем, мое желание проварить, ну, здесь по изгибам кинуть сварочные швы, оно потерпело полнейший фиаско, так как если это сделать, а я на одном из креплений это попытался сделать, то все летит в тамп-торары, в том плане, что настолько мало места, даже вот в этих, как бы, стандартных точках крепления, что ничего не пролазит абсолютнейшим образом, вот прям совсем. Здесь, значит, крепление сделал, все это легко снимается. Все четыре точки, они у нас такие, ну, как бы, вот, если смотрим так, то в целом ничего ниоткуда не выбивается. Но если все это снять и посмотреть, то все четыре точки расположены по-разному. Потому что, ну, я не знаю, как можно сделать все это одинаковое в единичном экземпляре, не когда ты это делаешь каждый день по 40 раз. Если ты вяжешься не к жесткой точке, а у тебя идет крепление через крепление, и все это еще надо просунуть в такую анальную дыру, что, как бы, не очень-то вообще понятно, как это сделать. Ну, наверняка найдутся те, кто сделают лучшее, как бы, на диване. А я вот показываю, как сделал я. Вот. Ну, болты пока накиданы так, из-за чего валялось, чего не жалко. Вот. По жесткости. Ну, определенно, оно имеет, конечно, жесткость. Но 6 точек крепления, все-таки есть 6 точек крепления. Я думал, что все это будет играть. Ну, пластины, как бы, не самый жесткий вид крепления, но ничего не играет. Далее, что у нас будет далее? Далее у нас изготавливается вот такая вот хреновина. В общем, это у нас рамка под конкретную площадку. я решил делать не в тупую вот эти вот ой, дурацкие приваренные пластины, ну, как на всех заводских практически крепления для кофрик сделать, а делать все, чтобы было, ну, максимально красиво. То есть, по форме площадки выгнуты трубы, здесь сварка встык. И что у нас произойдет дальше? А дальше у нас произойдет вот такая вот вещь. Все точки крепления, они будут внутри этой конструкции. И, соответственно, это, ну, начинает походить на какого-то вида багажник. Вот. И в целом, наверное, даже, ну, в масштабе того, что мы делаем, будет неплохо смотреться. Но, честно говоря, вся идея вообще кофра на МТХу, когда кофр больше, чем мотоцикл с дугами, ну, такое себе на самом деле. На любителя, мягко говоря, все это решение. Помимо всего прочего, ну, определенно надо будет здесь, наверное, вот здесь я варю косынку, а вот в этой части пока не знаю. Ну, наверное, тоже какую-то косынку просто пущу, чтобы это имело жесткость. Ну, побольше, чем она есть сейчас. Здесь же едва ли что-то лопнет, потому что это даже не труба будет привариваться, ну, просто встык по срезу. А тут, ну, такой достаточно длинный рез и шанс, что это все вот так вот типа выломает. Ну, я думаю, он отсутствует так таковой, а еще учитывая то, что будет косынка. Здесь вот на ТВ-хе сделано вообще тоже подвешено в воздухе, три точки крепления, ну, и эти три точки крепления, соответственно, по общей площади даже меньше, чем когда у тебя идет вот такой срез. И там никаких косынок усиливающих в принципе нет и не было. Но, тем не менее, это уже, наверное, лет пять живет. в кофре водится там цепь и полжизни. И вроде пока ничего нигде не отстрельнуло. Ну, в принципе, задача понятна. Самое главное, основная труба сделана. Эта штука, ну, считаю, уже сделана. Остаются противные всякие вот эти вот вещи в виде опять врезания маленьких этих пластиночек, их подгонка, приваривание и прочее. Но, что поделать? Делать все равно определенно надо. И так же решено, что все же делаем мы крепление под ну, не навигатор, а под телефон, короче, под чехол. Потому что, ну, здесь он не в Звезду, не в Красную Армию на руле. Вот. Надо будет сейчас придумать, как здесь завязаться. Ну, в принципе, тут придумывать-то особо нечего. надо брать эту же пластину и делать точки крепления. То есть, вот от этих точек, к примеру, мы берем и выгибаем основную дугу. А дальше от дуги уже вот сюда вот, ну, вот сюда, наверное, на барашке руля, да, придут какого-то вида косынки. Ну, мне кажется, должно получиться весьма неплохо в масштабе вообще всего этого бреда, который делается с МТХ. ну, все это не для всех и на любителя. Вот. Тут у нас какая-то божественная хреновина на лампочке надета. И тут что-то отвалилось. что еще сказать-то? Да больше нечего сказать, в принципе. Будем изобретать дальше. Скажем так, подведем итоги дня того, что получилось. В общем, конструкцию вот с этой трубой вы уже видели. В этом ничего уже интересного, удивительного нет. по форме площадки, по форме ее обратной стороны был выгнут вот этот вот штука. Штука сделана таким образом, что, ну, конечно, на МТХе вообще, как на коровье седло, смотрится крепление для кофра, но, тем не менее, сделал, чтобы хоть как-то это смотрелось не как просто торчащие железки с двумя дырками, а что-то похожее на багажник. Удивительно, но получилось почему-то ровно. Я так не планировал, но оно получилось. Прям вообще стреляет божественно ровно. Ну, раз в год и палок стреляет, учитывая всю вот эту вот конструкцию, это действительно удивляет. Значит, крепление у нас проваренное снаружи вровень, проваренное изнутри, и я их вышлифовывал, чтобы для гаек было место. Ну, то есть, старался сделать максимально жестко. Итальянцы, ребята, очень классные. Сейчас покажу почему. Вот она, площадка, что там у нас, Гиви, Монакей. Видим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть отверстий. Классно, я сделал тоже под шесть отверстий. В наличии имеется шесть заглушек, но при этом у нас, как видим, четыре комплекта шайб и четыре комплекта болтов. четыре болта. два у меня там в площадке вставлены, два здесь лежат. Ну, как бы, а почему нет куда-то? А, нет, все, да. Почему нет, как бы, ну, вот так вот им захотелось. Как хочешь, так и живи. Два болта, будь добр. Фу, сам найди, я, честно говоря, устал, уже хлебал от респиратора болит, просто пипец. Вот. А, и что, здесь остается по вот этой вот части. Надо сделать определенно здесь косынки, что здесь, что здесь. Я пока что еще не придумал, как я их буду делать. Ну, как, вариантов два, либо это пластина, либо это труба. Пластину жалко, и, наверное, будет выбиваться из общего отсутствующего дизайна. А обрезки труб, которые как раз прелестно вот сюда, вот сюда влетят, наверное, будет самое то. Ну, и тогда уже это все получится максимально жестко, если оно где-то оторвется, ну, такова уже будет судьба у этой конструкции. По переду, по вот этой вот дуге сделал заготовки условно креплений, то есть здесь каким-то образом такая P-образная дуга пойдет, но отсюда две раскосины, чтобы все это не убегало или не улетало. В принципе, ничего сложного, кроме того, что надо сделать ну, где-то в середине в варку перехода на 22, чтобы там всякие вот эти вот крепления навигаторов не в навигаторах сюда могли без особых сложностей влетать. Ну, это вроде задача такая не сильно-то и сложная, но тем не менее, просто я уже очень сильно устал от сварки и всего, что с ней связано и каждый сварочный шов дается с большим трудом и с преодолением огромного количества лени. Ну, собственно, сегодня для меня все заканчивается, завтра все продолжится, ну, а вы, как всегда, через секундочку все это увидите. Завершил, точнее, успел завершить работу по задней части МТХи, потому что что-то как-то садится голос, нету температуры, но состояние непонятное. Может, конечно, психосоматика играет свою роль, но когда у тебя есть какие-то неприятные ощущения, оно есть. Вот. Но, тем не менее, значит, у нас, как я говорил, сюда труба вварена и сюда вварена. Она даже вварена под угол и, в принципе, даже и швы сварочные получились весьма неплохие, я бы сказал. А после покраски будет так-то вообще замечательно. Не, действительно, неплохо получилось в этом плане. Ну, конечно, для МТХи вот эта вот вся конструкция, но это страсть господня, потому что кофр, наверное, чуть ли не шире дуг получается. Вот. Снизу все это выглядит так, фонарь никоим образом ничто не закрывает. Ну, и, в принципе, худо-бедно это все получилось сделать красиво. С этой стороны все ровно, симметрично и в целом ничего нового. Если снять кофр, кофр, сними, если снять кофр, то, в принципе, ну, вот так даже все это и не очень страшно выглядит. Достаточно получилось аккуратно все это оформить. Ну, лучше, конечно, если бы этого не было на самом деле. Но, оно есть, желание у владелицы есть, чтобы эта штука была, поэтому она есть. Сейчас даже, будучи не до конца, ну, точнее вообще все болты наживлены, все это достаточно уже жестко. То есть, в принципе, дает надежду на то, что держаться все это будет долго, серьезно и навсегда. далее сделана. вот эта вот хрень, про которую я говорил, крепление для навигатора. Значит, сделана вот такая вот дуга, ну, потому что тут предусматривается в эксплуатации дальние путешествия, ну, прямо так сказать, дальники в пределах МКАД. Вот, поэтому навигатор жизненно необходим. Да, кто не понял, это сарказм. Да, короче, на четырех точках все это закреплено. Здесь место крепления фара, ну, соответственно, в траверсу. Здесь тоже металлические, ну, в металл, короче, это вернут, а не пластмасс, тут есть крепление для приборки. Вот, казалось бы, зачем такая высота? Ну, такая высота оправдана тем, что МТХ, ну, вообще Ямаха пошла каким-то днистовым путем расположения замка зажигания в аналах истории. Собственно, ну, тут должно быть какое-то расстояние, чтобы, в принципе, был доступ. Ну, а так, все это там крутится-вертится, и можно как-то регулировать всю эту историю и по углу, и по наклону, ну, в общем, короче говоря, все это перед лицом, а не висит вот здесь, когда перекрывается все и вся, то есть и приборку не видно, не знам, что там смотреть и пульт. Ну, вопрос привычки, но было желание, чтобы такая штука появилась. Меня, если мотивировать, то я исполняю желание. Вот. Ну и что, короче, теперь все это снимаем, везем в покраску, и после покраски уже, наверное, снова с нами заговариваясь, снова мы с вами встретимся, и вы увидите, как вся эта штука выглядит уже вживую и покрасной. Отсутствие у аккумулятора на камере держать нормальную зарядку не дало мне досказать. В общем, дуги вот эти тоже года полтора-два делал я, ну и задачи были максимальная защита. Собственно, вот дуги максимальной защиты были сделаны. Получается, четыре точки крепления жесткие, ну крайне мотоциклы и соединительные между собой. То есть, этими дугами можно прошибать пространство, время и стены. И это, наверное, все, что я хотел сказать. И теперь можно всю эту конструкцию великолепную разбирать. Ну и, как обещал, показываю, как все выглядит после покраски. В общем, все это покрашено в черный металлик. Собственно, даже мои сварочные швы начинают смотреться намного лучше после хорошей покраски. Но это, в принципе, и неудивительно. Да, я говорю в нос и гундошу, потому что так и есть по тому, что болеем. Но, тем не менее, доделываем и работаем. Собственно, ну ничего нового я не покажу. Все уже показано тысячу раз. Удивительно, что прям очень все это ровно получилось, симметрично. Ну и наконец-то все затянуто. Ну и на самом деле жесткости, наверное, более чем достаточно для всего этого. Здесь, собственно, вот это вот крепление под навигатор. Ну, опять же, все все видели. Но теперь оно покрашено и как-то особо не выбивается и не бросается в глаза. То есть, сидя на мотоцикле, ну вот, например, взгляд от меня. Я метр восемьдесят. Ну, очень даже и ничего все это получается. Вот, рука пролазит. Плюс здесь можно еще ниже ее опускать, но это уже на усмотрение того, кто будет ездить, как там ему пролазить, не пролазить. То есть, можно хоть вот так опустить, хоть, ну, хоть как. То есть, тут все сделано оптимально с расчетом на то, чтобы была возможность регулировать. вот. Ну и, собственно, все, наверное, уже показывать больше нечего. В конце, что сказать? Ну, если кому-то нравится, то кому-то оно нравится и если просят сделать, даже несмотря на то, что это, может быть, не подходит этому мотоциклу, но это дело каждого и дело непосредственно владельца или владелица конкретной техники. Если вам это не нравится, то это не значит, что это должно не нравиться всем. Вот. Ну, а на этом у меня все. С вами была мастерская Панк Мотогараж и я Сергей Панкратов. И всем пока!